Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Лучший город Земли». Сегодня поговорим о Владивостокском ипподроме. Когда-то очень давно он располагался в том самом месте, где сейчас находится большой и шумный рынок на спортивной. Исторические хроники рассказывают, что торжественное открытие скакового ипподрома состоялось 21 октября 1902 года по старому стилю. А за год до этого события в нашем городе было организовано Приморское общество конской охоты и спорта. В его учредителях были довольно состоятельные люди – Янковский и Бринор, на средства которых и был построен ипподром с полуторакилометровой беговой дорожкой, различными павильонами, тотализатором и даже буфетом. В дни скачек здесь всегда было многолюдное и играли духовые оркестры. Рассказывают, что вначале дороги до ипподрома попросту не было, и публика добиралась на скачки на катерах, которые курсировали из центра города. На ипподроме жители лучшего города Земли с большим интересом глазели на скачки, а некоторые особо азартные граждане и гражданки делали ставки на тотализаторе и даже иногда выигрывали. За первый год работы ипподрома на скачках было разыграно призовых на сумму 22 812 рублей и 50 копеек. И вот что еще интересно, сезон скачек, как правило, начинался в апреле и продолжался до поздней осени. Правда, летом скачек не было, виной тому частые тайфуны. Впрочем, на Владивостокском ипподроме можно было увидеть не только скачки. 9 мая 1911 года здесь можно было увидеть своими глазами чудо невиданное – полет аэроплана. Между прочим, первый на Дальнем Востоке. Полеты на аэроплане Анри Форман демонстрировал восторженной публике авиатор Яков Седов, который сделал несколько кругов над Владивостокским ипподромом на высоте около 50 метров. В 20-е и 30-е годы здесь проходили мото- и автогонки. А еще на Владивостокском ипподроме случались и левационные митинги и манифестации, но это уже совсем другая история. Владивостокский ипподром просуществовал до 1934 года, но потом пришло другое время. На одной половине бегового поля построили стадион Тихоокеанского флота, на другой половине – типовое жилье. От бывшего ипподрома осталось только название улицы – Беговая, но вскоре его поменяли на улицу Фадеева. А на сегодня, пожалуй, все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok